Девочки, всем огромный привет! Смотри, у меня аккумулятор садится. Постараюсь не очень долго снимать, чтобы он не сел. В общем, второй влог подряд прям с работы снимаю. Вчера я так и с вами не попрощалась, ничего не закончила. Когда мы с Гришанькой пришли домой, туда-сюда все эти домашние дела укладывали ребенка спать с Владом. И, конечно, всей семьей уснули, как это у нас иногда бывает. Я проснулась в полтретьего ночи. И причем у меня было такое ощущение выспавшегося человека. Ну, естественно, куда? Куда в полтретьего ночи? Я завалилась спать и в итоге до 9 утра, пока Гришанька меня не разбудила. Ой, вообще. Я сейчас заваливаю себе кофе. Я еще сегодня не завтракала. Я не завтракала. И сейчас открою приложение. Так, о, уже полчаса как вышло время. У меня, в общем, я скачала себе приложение. Как оно называется? Трекер голодания. Девочки, вот такой вот значок красный с вилочкой. Трекер голодания. В общем, вот это вот интервальное голодание. Все-таки я его решила попробовать. Хотя, ну вот я подписана на канал Ковалькова, да. И как бы для меня он такой авторитетный диетолог. Очень с многолетним опытом. У меня и книжки его есть. Я давно читала. Он очень все логично объясняет. Все как бы как надо. Но и про голодание вот это интервальное. Он так очень скептически к нему относится. И особо даже как-то так. Ну а дело в том, что когда вот это одно из последних видео, там он отвечал на вопросы, там в конце практически видео, там вопрос был, расскажите свой режим питания. И по сути у него режим питания оказывается интервальным голоданием. Потому что он рассказывает, что он встает. С утра он максимум там кофе с небольшим, вот буквально там 20 грамм, ломтик просто тонкий кусочек сыра выпивает. И потом у него первый прием пищи в 12 часов. Да, то есть ну как обед получается в 12 где-нибудь там пол первого. Он первый раз нормальный прием пищи принимает. И потом он в 4 или в 5 вечера, как он сказал, у него идет вот ужин и все. Потом он не ест. А что это, если это не интервальное голодание? Мне так интересно стало. Думаю, блин, ну как же так? Вы же так рассказываете про все вот это. А ваш режим питания по факту вот и есть. И в общем, у меня просто примеры есть девочки на глазах, реальных как бы, ну с моего окружения людей, которые именно вот так вот питались. И вот моя близкая подруга говорит, что, ой, если как бы худеть, то только интервальное голодание даст империальный результат. И на нем можно длительный период попробовать выдержать, да. При этом в промежутке, когда можно и кушать, есть, ну полноценную пищу, естественно, не злоупотребляет. То есть интервальное голодание, это не значит, что вот этот промежуток допустимого приема пищи, да. А надо там бесперерывно от еды есть. Нет, конечно. Плюс также там сладости хлеба, булочные тоже. Естественно, все это надо минимализировать. Если и допускается, то очень там в минимальных количествах. А так, по сути, также соблюдать правильное рациональное питание с белками, жирами, углеводами, чтобы был полноценный прием пищи без вредностей. Так что, девочки, просто на коробочках долго не выйдешь. Хотя это очень хороший вариант для старта. Знаете, вот мне они дали старт, и я понимаю, что дальше вот их полностью кушать, я часто, ощущение голода у меня происходит, да. А получается, что? Ну, как вариант, там вот обед неплохо, да. Я там каши заказала себе, супы у меня еще есть. И, может быть, вот я подумала, вторые блюда там себе заказать. Но по факту там гречка, рис зачастую, да, какое-то картофельное пюре. По идее, можно отваривать дома. Даже макарончики. Там вот небольших объемов. Главное, что соблюдать объем, да, вот такой тоже небольшой, не переедать. Поэтому вторые блюда я решила сэкономить. Не буду заказывать. Вот, а супчики их, или как вариант кашки, там, на быструю руку поставлю. Так что сейчас я попью кофе. У меня сейчас пока приложение дает интервальное голодание 10-14. То есть 10 часов питания, 14 часов голодания. Но вот у меня уже 14 с половиной. Вот я, кстати, нажимаю, когда телефон, вот так, да, это на кнопочку, чтобы снять блокировку, он мне показывает время, сколько я уже голодаю. Я хочу перейти вот это вот, самое популярное, 16-8. 16 часов мы голодаем, 8 кушаем. Попробовать выдержать. Так что вот, поскольку вечер бывает тяжелее, то вот этот прием пищи к вечеру, хотя вот у меня, у Влада сестра, она с 7 утра до 2 часов дня, как-то так вот, да, до 2 часов дня, она, вот у нее вот этот промежуток, я лазу 2 часов дня, она ничего, кофе и кефир максимум. Хотя к кефиру тоже так к себе относятся. Диетологи уже раскритиковали кефир как диетическое питание, но тем не менее, тем не менее, у нее шикарный был результат, просто вау. И она его удерживает уже, наверное, в 2 года получается. Ну вот, так что папе сейчас кофеек и буду ждать собачку. Пашенька пришел. Яша, такой хороший собак. Сейчас мы его тоже в порядочек приведем. Кудрявый, на морозе стригут. Мне как бы как это, для кармана моего хорошо, что работа все равно, да, есть. Но такие морозы у нас сейчас, девочки, по минус 16, 15, там 14 градусов. Ты мой хорошенький, да? Ты мой собачонок такой глазки тебе мама выстригает тут сама, я смотрю вовсю. Ой, как сильно выстригает. Все, буду работать, а то мне сейчас отключится батарейка. Аккумулятор, видимо, сядет. Вы что тут, бриллианты ищите? Это прекрасная незнакомка беременна пятым ребенком. Всех воспитывает одна. Заходила в магазин «Эконом тканей распродажа». Тут большой выбор тканей, и они очень выгодные. Покажу немножко городок. Разнообразить наши влоги. Так, что тут всякое интересное появилось? О, там еще елочные даже эти украшения новогодние остались. Контора адвокатская. Это я, можно сказать, как центр города, но уже как вокзальная часть его, наверное. Тут наш двор под Сноево, палаты Меньшикова, Поганкины палаты. Тут разные палаты пошли. О, это Поганкины палаты. Надо как-нибудь зайти, прям хочется туда. Знаете, культуры в жизни не хватает. Ой, как люблю всякие такие штучки. Ну, я уже люблю просто, знаете, со стороны посмотреть. Домой, вот всякую мелочевку такую, когда начинаешь расхламляться, вникать всю эту суть в систему эту. Когда ты становишься в доме, да, уже не мама у тебя, а когда ты мама в этом доме, и за порядком, конечно... А вот тут десерты всякие. Вот смотрите, витрину побольше. Покажу поближе. Печеньки. Как бы из этого... Интересно, а это настоящие пряничные, да? Прям похоже, как настоящее тесто использовали для витрины. Красиво. Десерты. Там сувенирные пряники разные продаются. Ну, очень удачно у них расположение, потому что тут вот двор под Сноево, гостиница для туристов. Очень такое место классное. Тут наши ёлочки. Попробую же вам помедленнее попробую показать. Так, девочки, показываю. Шкафчик, контейнеры сегодня в фикс прайс я ещё зашла, купила, докупила шесть штучек. В общем, сюда поставила, в этот контейнер, пока отдельно макарошки и чьи я там семена переложила. Здесь вот одни сыпучие такие вот мои остались. Заготовочки. Ещё, может быть, знаете, когда там какой-нибудь горошек или что-нибудь. Вот сюда так и буду класть всякое такое. Тут сухофрукты. Вот ящичек с моими пакетами и так далее. Надо попробовать. Кстати, вот Оксана написала. Я думала, у меня мысль промикнула, но я забыла, что у меня есть такая вертикальная штучка, очень красивая причём. Надо её достать и попробовать вставить. Наверное, она сюда встанет, потому что здесь не очень высоко. Вот этот проём именно. Либо вот пока так оставлю, потому что вот рядом с этими ящиками два плохо встают. То есть один может пролезть, такой пластиковый, а два не очень. Вот здесь вот два. Здесь пока тут у меня салфетки. Там я спрятала конфетки имбирные, чтобы они типа там низкокалорийные, полезные, мармеладные, чтобы себе, когда захочется, захочется ещё съедят. Сидят и есть желающие в доме. Вот. А здесь пока пустые контейнеры, но я не спешу их заполнять. Пусть так и будет. Допустим, тут у меня какое-нибудь хобби. Сегодня в Фикс Прайсе ещё купила ещё одну картинку сделать, алмазную вышивку. Вот такую вот тут мальчик на коняшке дополнить. А то одна картинка не очень. И наклейку. Сделаем ремонт, Гриша. Где выключатель? Ой. Так, близко. Вертолётик. У выключателя. Это кто-то такой? А что-то с шоколадным ртом? Какие-то спиретки находят. Вот. В общем, вот так вот тут. Буляй. Вперёд. Ой, осторожно, господи. Ну не надо меня тыкать. Мне не нравятся такие. Это ты с папой. Так играй. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще вот такой вот диванчик получился DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот подушки Я хочу для них чехлы сделать И использовать В общем, один диван здесь на кухне Будет с таким чехлом А другой на балкон отнесу Отнесем все это на балкон Будет там стоять В общем, я так Даже в какой-то момент подумала Что может быть эту ткань натянуть И допустим, вот этот диван На балкон отнести Потому что ее полтора метра у меня Она свободно хватает А вот эту ткань на подушке В общем, не знаю Нет, скорее всего я Хотя бы спинку оттяну фиолетовым Обтяну, да Но на крайний случай Сиденья сделаю Такого вот Зеленого цвета Вот, как-то так получается В общем, коты такой народ Они думают, что все в этой жизни Все для них Вот я покрывала Просто накинула Вернее, ткань Не покрывала ткань Накинула Прикинуть, да Сочетание А кот уже тут, как тут, спит В общем, ладненько Девочки Буду заканчивать я этот влог Такой вот у нас продуктивный вечер Получился Сделали целый диванчик Сделали бы два Но проблема в том, что у меня Вернее, у Влада Оказалось, что закончились Скубы для степлера Поэтому завтра после работы Я схожу Куплю скубы И тогда сделаем завтра Второй диванчик Вот И ура, ура, ура Кухня Хоть что-то мелкими шажками Но продвигается вперед у нас Останется здесь по факту Ну, кроме плинтусов Да, плинтуса Мы будем уже потом разом покупать Чтобы сразу в коридоре В комнате и на кухне Установить Ну, в Гришиной комнате Когда ремонт сделаем Вот Поэтому сейчас пока без плинтусов у нас Так на кухне останется нам Стульев Установить Установить И, в принципе А, и наклейку вот эту Большую сделать Я просто за нее пока не берусь Чтобы времечко было Побольше Ладно Буду монтировать вложиком Получается, у меня два Потому что я вчерашний Не монтировала Так что Все До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok